Нужно сказать, не только яблони выращивают в Сибири наши садоводы, но многие стараются выращивать особо экзотические культуры, например, персик. Смотрим, как его можно вырастить. Что надо иметь? Надо иметь морозостойкое дерево и штамп неподдающейся сырости. Все, что вы видите тут, это тот самый случай. Здесь уникальный подбор сортов. А дерево, они такие умницы, они прекрасно справляются без нас. Часто мы подгребая гноим, отгребая морозим. Неподготовленный сад. Какой может быть совет? В одном саду надо подгрести, в другом отгрести. В одном случае наоборот получается, или сгноили штамп, или заморозили корни. Видите, как все сложно? Все неоднозначно. Дерево состоит из двух частей. Подвой, привой, в принципе, да? Почему? Потому что все роскошные деревья, все привитые деревья, они обладают, это сорта мировых стандартов. Даже этот, казалось бы, скромный сорт, да? Вот. Но у каждого сорта есть свои достоинства и недостатки. Попробуйте вырастить такие персики, и не укрыть, они просто померзнут. Ну, на самом деле, вот даже вот этот небольшой персик, но это уже просто достижение. Это Сибирь, это не Узбекистан, где они растут. Олег Константинович, так что же у вас здесь растет? Что за чудо-дерево, что за чудо-персик? Так, это дерево, наполовину персик, наполовину слива. Сейчас я вам объясню. Значит, я методом подбора, методом тыка, всего лишь два вида деревьев предназначил подвой для персика. Что такое подвой? Это не из дерева, это семечка, косточка посаженная. Она должна выдерживать, как видим, минус 50 градусов. Это корни? Это корни, это вот такой кусочек только вверх почки. Все остальное должно быть привито. Почему? Это может когда-нибудь дойдем, это уже дебри, это уже наука. Вернее, то, что наука не признает. Одно из моих открытий. И вот получается так, прививка как можно ниже. Вот. И прививка на что? Я выбрал для этого, там я вас еще познакомлю с другими персиками, привитые на манджурский абрикос. Минус 50 выдерживает. Персик выдерживает. Персик теоретически до 30 выдерживает. То есть этот персик на манджурский абрикос привит? Да. Берем хотя бы так грубо первое предложение, чем надо мной многие специалисты будут смеяться. Если выдерживает по двой абрикос, минус 50, привили на него персик, который выдерживает минус 30. Надеемся, что выдержит 40. Что-то среднее. Есть у нас до этого основания. Если не вникать в детали, значит сок вырабатывается. Корни. И вот этот сок, выдерживший минус 50, пошел по жилам персика. Залили антифриз. И морозостойкого. Да. О, как хорошо вы сказали. Идеально. Залили антифриз. Как сделать, чтобы подвой, привой не уступил, не погиб? Как оно должно быть при скалетной прививке? Тут Мичурин прав. Да, вопрос. Как это должно быть? Надо, чтобы вся крона была привой. И тогда вот вся эта масса не дает корням, поняли, равновесие. Равновесие. Вот. Это важнейший момент. Только так можно добиться успеха. Это только одна составляющая. И второй момент? Второй момент заключается в том, что нужно вырастить несколько поколений. Если, например, удалось вырастить, привить персик на манжурский абрикос, как я сказал, один вариант, китайскую сливу, второй вариант, вот это именно привитый на китайскую сливу. И это идет поколение за поколением, то есть по двое родственники. А черенки берутся с лучших. А когда-то все началось тоже с одной веточки персика? С одной. Вот сейчас их мне много. Ну, когда-то все началось с одной веточки, а фактически даже с одной-двух почек. Получается, привой тоже все родственники. А теперь это вынужденное сближение. Это то, что весь прирост, верхняя часть дерева, это привой. И он не дает подвою выплюнуть себя, выпянуть, уничтожить. Знаете, какая борьба идет обычно? В руках я держу китайскую сливу. Можно ли их есть? Соки, компот и варенье великолепные. Вкус, если дать вам попробовать, если не помытое, съедите. Вот. Вы убедитесь в том, что она абсолютно съедобна. Обычная слива. Вот. Слива слива. Обычная. Уже, уже. Ведь я же откуда это взял? Видите, я на ваших глазах поднял. Правильно? Вот. Я вот, видите, я их бросаю на землю. Вот, смотрите. Вот она есть. Вон там вторая, на ней не пошел персик. Вот вторая так. И получается, что? Посадив ее, вырастив, уже что-то имеешь. Привив на нее персик. Можно было просто все дерево. Вот видите, здесь нет второй ветки. А здесь ветка сохранилась. Вот. Почему сохранилась вторая ветка? Почему я не отрезал? Не получается такая картина. Прививка нормально развивалась. Но ниже прививки одна веточка пошла в рост. Я не стал ее отрезать. Вот она слива. Вот она слива. Вот он персик. А вот откуда, собственно, слива начинает расти. То есть здесь видно, что на одном дереве действительно вот слива, вот персик. Они даже различаются по коре. То есть получается дерево сад только из косточковых. Старайтесь садить что-то новенькое, изобретать заново, казалось бы, простые вещи. Конечно же, тогда вам будет сопутствовать успех. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...